Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Валерий Владимирович Шведюк, главный гематолог, главный онколог территориального округа номер 10 Министерства здравоохранения Московской области. Здравствуйте, Валерий Владимирович! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В предыдущем моем выступлении в первой части я оборудованно сравнил борьбу пациента с раковым заболеванием, с ведением боевых действий. Я дал оценку опухоли как противнику и возможности самого пациента. Во второй части я бы хотел коснуться союзников пациента в борьбе с этим тяжелым недугом. Это с медицинским учреждением и с нами онкологами. Валерий Владимирович, на что опирается онколог при оказании специализированной помощи больным? На многие из поставленных вопросов вы были ранее и сейчас. Мне отвечать довольно-таки просто. Я всегда смотрю, и пациенты мои подтвердят, смотрю глаза в глаза пациенту, в данном случае я в камеру, но Мария отождествляет вопросы, которые пациенты обычно задают. У нас, у онкологов, есть правило о том, что один онколог в поле не воин. Если перед собой ставишь цель полноценное проведение лечения и достижение максимального эффекта от проводимого лечения, необходимо опираться не только на свои знания, силы, умения, опыт, но и на диагностическую базу, лечебную базу. Это коллектив, с кем работаешь, медицинское обеспечение лекарственными препаратами, лучевая терапия, хирургическое пособие и так далее. И немаловажную роль сыграют в данном случае руководители подразделений, где трудится онколог. Я считаю за честь продолжение своей службы в Одинцовской ЦРБ под руководством Юсюковича Ольги Александровны. Я не ошибся. И подходит больше фраза «служу, чем работаю», так как методы ее руководства, они подходят под военные рамки, и некоторые не выдерживают данной нагрузки и уходят, к сожалению. Но тем не менее, в этом есть и положительная черта. Есть порядок последовательных действий, обеспечение препаратами и так далее. Я в последнее время, к сожалению, своему был во нескольких округах Московской области. И увидел, что те проблемы, которые у нас существовали 10-11 лет назад, а мы их решили, в дальнейшем я их не расскажу, сейчас имеют место быть проблемами в многих округах. В дальнейшем я более конкретно коснусь этой темы. Что изменения, которые произошли, которые я тоже озвучу, они привели к тому, что сейчас у нас более продолжительная жизнь у данных пациентов и ниже смертность, чем в некоторых других округах. Но все-таки, если говорить про конкретные изменения, то что изменилось в оказании помощи онкологическим больным конкретно в нашем округе? Я докладывал вам уже в прошлом выступлении, что 11 лет назад я уволился из вооруженных сил, из вооруженных войск и начал свою службу в Одинцовской институтной районной больнице. Я не понаслышке знаю о динамике состояния как лечебной базы, так и штату онкологов. Я просто представлю о том, что в 2006 году, когда я прибыл в больницу, онкологическая служба больницы никак не была представлена вообще, и представлена была только тремя онкологами второй поликлиники нашей в Одинцовом. В дальнейшем, в 2008 году, были организованы первые онкогематологические койки. 1 марта 2011 года открыто отделение на 30 койек, то есть половина гематологических и половина онкологических койек. Сейчас, с 1 января 2017 года, по приказу руководства больницы, отделение разрешено уже до 70 койек. Для сравнения скажу, что ни одного такого огромного отделения, в прямом смысле слова, нет в нигде в Московской области, не читая, конечно, суммарный коечный фонд областного центра Балашихи. Сейчас, если в 2011 году, при открытии отделения, я был представлен только один, как онколог, то в настоящее время, за последние 3 года, руководством больницы, в лице Валерий Александровна проведена очень огромная работа, и сейчас работают уже у нас пятеро онкологов в нашем отделении. Валерий Владимирович, в чем составляющая успеха в лечении онкологических больных? Вопрос очень существенный, который сейчас не везде, к сожалению, полностью представлен во всем объеме, это первичная диагностика заболевания, и о чем я касался в первой части своего выступления. Диагностическая база лечебного учреждения, врачебный состав, укомплектованность его, кроме того, материальная база, диагностическая база, обеспечениями лекарственными препаратами, лучевая терапия и хирургическое лечение. Валерий Владимирович, расскажите, за последние годы, насколько изменилась динамика развития онкологической службы в нашем округе? Ну, уважаемые телезрители, я уже остановился на динамике развития нашей больницы, кроме того, естественно, и сам округ не стоит на месте. В Зенегородской больнице сейчас функционирует 5 онкологических коек, там занимается опытный врач-химиотерапевт. Кроме того, в этом году открыто, вы знаете, на Можаке-134, филиал второй поликлиники, где более представлен широко и кабинетный состав онкологов, и естественно, инструментальная база. Кроме того, в Перхушковской больнице РБ-2 сейчас планируется открытие нового направления, это одновременная операция на молочной железе и ее пластика. Получается, в данном случае врачи пошли навстречу пациентам. Для всех понятно, и для всех это не составляет сомнение, что для женщины большую роль играет молочная железа. И когда женщина выходит из наркоза после операции, вынужденной операции, необходимой операции, но тем не менее операции, которая произошла, и молочной железы уже нет. Это огромный стресс для пациентки. И для того, чтобы нивелировать данные негативные психические моменты, Перхушковская больница пошла по данному пути. А есть ли перспективы того, что данная помощь откроется, в том числе и такое отделение откроется и в Одинцовской центральной районной больнице, так как она действительно одно из самых крупнейших лечебных учреждений в округе, и, возможно, востребованность данного лечения будет гораздо выше? И существенный вопрос, и можно сказать, даже как разный вопрос с ваших уст. Дело в том, что одномоментная операция и пластика, это является современным методом лечения, направленный действительно на психологическую помощь и поддержку пациентки. Кроме того, понятно, что одновременная пластика, она намного эффективнее и более качественная выглядит, чем сроченная пластика. Но в данном случае необходимо учесть и обратную сторону медали. Разговоры с хирургами-оперирующими, с Андреем Сергеевичем Балкановым, главным радиологом Московской области, наши наблюдения и отделения говорят несколько относительности данного вида совместного лечения. Готовы объяснить, в чем проблема. Окончательный диагноз, стадия заболевания и необходимость дальнейшего лечения, в частности, лучевая терапия, может определена только после гистологического или иммуногистохимического исследования удаленных тканей, то есть молочного железа, лимфоузла, периферических и так далее. Только тогда мы можем выставить стадию заболевания и определить, допустим, лучевая терапия нужна или нет. К сожалению, если ставится имплант или экспандер, по-другому, искусственный имплант получается, или пластика делается собственными тканями, то есть мышцами спины и так далее, могут наступить склерозирующие изменения в тканях, пересаженные с собственных мышц, и второе, это подкапсульное сморщивание импланта. К сожалению, мы даже в отделении фотографировали пациентов, вот такие пациенты до операции, туда лучевой терапии и после. И, к сожалению, это подтверждает моим словам. Мне очень понравилось высказание по этому поводу заведующее отделением реконструктивной хирургии, наше центральное учреждение онкологического имени Блохина Владимира Соболевского, который привел пример о том, что при начальных стадиях рака муночной железы вопрос о полностью удалении муночной железы не стоит. Второе, это то, что если маленький объем опухоли и большой объем груди исходный, то достаточно удалять только часть сектора муночной железы, что, опять же, исключает необходимость данной пластики. И, естественно, им поднимается вопрос о том, что ухудшаются видимые эффекты от лучевой терапии после самой пластики. Валерий Владимирович, если возникают такие ситуации, почему, на Ваш взгляд, вот этот метод все-таки так широко используется? Может быть, стоило его уже немножечко реконструировать, по-другому подходить к лечению непосредственно таких пациентов? Стало впечатление, Мария, что Вы очень много с хирургами общались, которые занимаются пластикой, в частности, у нас в Венцовском районе. И вопросы у Вас очень корректны. Значит, ситуация следующая. Я не хирург. Естественно, я не имею права на 100% ответить на данный вопрос. Но, тем не менее, я очень многие уже годы размышляю на данной сложившейся ситуации. И у меня есть несколько предположений, повторяю, предположений, а не выводов. Первое – это то, что иногда хирург идет на данную операцию с пластикой из-за того, что это является современным методом лечения, не везде используется и для поднятия престижа больницы. Вторая ситуация – это хирург, не думая о дальнейших последствиях, он идет на помощь пациентке для того, чтобы лишить ее психологического дискомфорта. Третья ситуация – это где я, опять же, встречался, это все мои сейчас слова опираются на слова тех же пациента, которые прошли данную пластику. Это настоятельная просьба пациентки. Она не может по своим знаниям знать о осложнениях возможных, ей хочется эффект сразу и сейчас, что, естественно, и толкает хирурга на данную пластику. И, к сожалению, я не могу исключить ситуацию о том, что это экономически надо обоснованно. Я могу привести пример молодой пациентки, фамилия Нака, она начинается, 28 лет, которая прооперирована дважды в Германии. Значит, даже уже сами две операции, они удивляют. Первая операция – это удаление мощной железы с пластикой. На второй операции – удаление периферических лимфоузлов, что, в принципе, у нас в России делается несколько по-другому, то есть одномоментные и лимфоузлы, и мощная железа, и пластика. Но становится более-менее очевидным ответ, когда с ее уст прозвучало, что первая операция стоила около 200 тысяч рублей, вторая операция стоила около 250 тысяч рублей. Возможно, это и послужило причиной для проведения данной пластики. Валерий Владимирович, Вы достаточно подробно рассказали о плюсах и минусах проведения одновременной операции пластики молочных желез. А какой метод лечения этого заболевания предлагает Одинцовская центральная районная больница? Что есть на данный момент у Вас? Значит, я еще одну фразу забыл сказать в предыдущем вопросе. Значит, при анализе возможности проведения пластики одновременно, допустим, с операцией, необходимо учитывать еще и другие факторы. Данное заболевание поражает женщин в основном детородного периода, и за спиной у женщин с данным заболеванием по одному, двое беременностей оканчиваются родом и, естественно, к кормлением. Всем женщинам известно, что после кормления грудь изменяет свою структуру, свой внешний вид. И если операцию делается, значит, пластика, то пластика приводит практически к красивейшему виду молочной железы, и она резко отличается от второй, непораженной. Получается дискомфорт. И женщины комплексуют, когда раздеваются, и они видят разницу между двумя молочными железами. Естественно, это толкает их на вторую операцию, уже косметическую. Если первое оперативное вмешательство, оно идет по МС и бесплатно, то вторая операция уже расценится как косметическая, и, естественно, требует затраты денег. Это, в принципе, тоже отцепленный фактор, говорящий о том, что, может быть, и не стоит. Не стоит именно идти сразу на пластику. Значит, вопрос о том, что почему у нас в больнице, в нашей ЦРБ не проводятся данные, вид лечения, значит, ответ вполне для нас понятен. Еще только при открытии, значит, да, я не сказал в плане развития нашей больницы, что у нас, кроме открытия 70 коек отделения химиотерапии, у нас существует уже по приказу Ольги Александровны отделение онкохирургии на 20 коек, в котором проводится лечение онкологических больных заболеваний мощной железы, кишечника, желудка. Вопрос сразу ставился у Ольги Александровны о том, чтобы мы были впереди Европы всей, образно говоря, и тоже одновременно ставили пластику. Мы с хирургами доказали о тех осложнениях и тех побочных эффектах, которые я вам сейчас уже озвучил, и у нас принято решение пойти по другому пути. По пути оптимизации лечения с целью добития долгой, безрецидивной выживаемости, но упрощу свои слова, пока заболевание спит, человек живет без рецидива, без того, как заболевание проснется. Я специально прощаю для вас, уважаемые телезрители, данную фразу. И, значит, естественно, низкую летальность от лечения. Поэтому Ольги Александровна поставлена задача оптимизировать методы обследования и лечения для того, чтобы быстро и качественно провести лечение, а до этого завести, естественно, продолжительность жизни пациентов. Сейчас у нас создана маршрутизация пациентов по поводу заболевания рака мощной железы. Если врачом первичного звена подозрено наличие образования, допустим, при пальпации руками, в таком случае выполняется маммография, УЗИ, и если на них есть подтверждение наличия обхолевидного образования, то в таком случае пациентки направляются уже к нам на биопсию. Специально существует пистолет на биопсию, который проводится и в поликлинике у нас, во второй поликлинике и в хирургическом отделении ОЦРБ. Тут же определяется гистологический анализ опухоли в гистологической лаборатории Баницы и делается иммуногистохимическое исследование. Это наиболее точный вид метод исследования, который существует у нас и в нашей стране, и в мире. И после этого сразу же проводится лечение в отделении химиотерапии. То есть практически весь комплекс от заподозривания на наличие заболевания до окончания лечения все проводится в кратчайшие сроки в одном лечебном учреждении. Какая динамика в плане диагностики онкологических больных? Динамика очень существенная. Мне было очень трудно на первых годах нахождение на рабочем месте в больнице, так как я не мог до конца диагностировать заболевание, больным приходилось искать самим места лечебного учреждения, где могли провести обследование. К сожалению, нередко это заканчивалось и финансовыми затратами. Сейчас динамика выражена положительной. В плане маммографии их уже три, в нашем округе три маммографа есть. Два в Одинцово есть, и в Никольске... Компьютерные томографы тоже имеют место быть. Но про гасоскопы, колоноскопы естественного разговора не стоит, оно есть везде и в большом количестве. Я бы хотел остановиться на цитологическом и гистологическом анализе данных видов заболеваний. Немножко дифференцирую, что все зло, которое может быть в организме, разделяется на онкологические заболевания и гематологические заболевания. Онкологические заболевания, это те раковые опухоли, которые поражают органы, разные органы тканей организма. Гематологические заболевания, которые поражают кровь, саму лимфатическую систему и костный мозг. И у нас существует у химиотерапевтов и онкологов святое правило. Нет клеток, нет диагноза. Что это значит? Что в принципе на любом методе исследования, рентгенография, компьютерномографии, УЗИ, магнитно-резонансная томография, в принципе опухоли видят внешне одинаково. Это мы видим просто в опухоли. Да, немножко нам помогает УЗИ, исследование, которое показывает кровоток, наличие кровотока или нет, то есть холодное образование или активно производящие клетки. Но опять же это не дает диагноза. Диагностическую базу в виде пистолетной биопсии, я уже доложил, что она существует у нас в больнице, и мы это широко используем. Играет большую роль определение клеточного состава. В данном случае гистологическое обеспечение данного исследования у нас проводится в достаточно высоком уровне и организованных Аликом Расимовичем, начальником ПАО нашей больницы. И сразу скажу, что в большинстве случаев оно совпадает с более детальными исследованиями, которые мы проводим уже в случае спорной диагностики. А особое место хотел бы остановиться на гематологических заболеваниях. Доложу вам, что в Московской области существует два отделения Королев и Подольск, где существуют гематологические отделения. Кроме того, в Мониках есть главное гематологическое отделение Московской области. Кроме этого, еще представлены только нашими гематологическими койками в Одинцовской центральной районной больнице. В нашем районе и округе меня знают все врачи. И получается, что заболевание крови можно заподозрить уже по общему анализу крови. Да, по этому рутинному методу, который используется везде и каждому. Как только возникают вопросы, вот сегодня были вопросы в Север-Шовской облатории, что и мне непонятен анализ крови. Какие-то клеток много, какие-то мало. В таком случае иногда требуется более детальное исследование организма, исследование костного мозга и с грудины. В таком случае пациент, врач созванивается со мной, мы определяемся, какие методы исследования ему нужно сделать на местах, и что он, значит, если только все это выполнено и требуется дополнительное исследование, мы созваниваемся с ним, и через два дня максимум пациент приходит ко мне в стационарь, и я выполняю эту пункцию, обычную пункцию, вот как будто бы для меня. Но, тем не менее, это существует проблема. Я назвал уже ограниченное количество гематологов в Московской области вообще, в частности в нашем округе, к сожалению, одним гематологом представлен только я один. Так вот, пункция делается по первому же вызову лечащего врача, и следующее – это оценка материала, который я получил. Мы, значит, докладываем ситуацию по Московской области. Значит, результат оценки костного моза, который я получил, обычно проходит до 10 дней в самой области и до 7 дней в Мониках. Я обращаю внимание, что у нас в больнице находятся два человека, которые больны своим делом, своей работой. Это Нюнцова Любовь Тимофеевна и Чкалова Алла Анатольевна. Это действительно женщины, которые полностью любят свое дело и любят своих больных. Я вам доложил сроки, которые проходят от забора пункции до результатов. Тем не менее, у нас в больнице это проходит за час-два. Это огромный срок. То есть получается от момента заподозривания заболевания до момента пункции сутки двое, после этого два часа, через два часа диагноз готов, можно начать от лечения. Такого в области нашей нет. Это огромная заслуга лаборатории, как гистологической, так и цитологической. Еще мне кажется, это заслуга главного врача Денцовской центральной районной больницы Ольги Александровны Месикевич, которая болеет действительно душой, сердцем за это дело и всячески старается развивать это отделение, онкологическое отделение и привлекать и новые методы диагностики, и оборудования, и самое главное специалистов, которые могут лечить этих пациентов. Частично я ответил уже на ваш вопрос в начале своего выступления о том, что действительно зависит все от руководителя. Ведь не секрет, что многие люди, и в частности люди даже в белых калатах, как-то обособленно относятся к больным онкологического профиля, считая их неперспективными и ненуждающимися, то есть и считают ошибкой тратить на них большие деньги, так как химиотерапия, обследование и все остальное стоят огромных денег. Я для примера скажу о том, что иммуногистохимические исследования наиболее совершенные, которые позволяют нам поставить более точный диагноз, проводятся практически из таких больниц, равным нам и ниже по рангу, проводятся практически только у нас в Подольске, но еще, по-моему, в Коломне. Будешь соврать, но по-моему, так. Это раз. Исследования, которые стоят от 5 до 15 тысяч. А мне сейчас подходили пациенты, которые не знали о возможностях наших, что Ольга Александровна заключила договор с Центром молекулярной диагностики, и всем больным нашим делается бесплатно. Я официально заявляю, бесплатно делается у нас. Ко мне пришла пациентка с Голицыной, с заболеванием лимфатических узлов, которая сказала, что по рекомендациях, я не указываю, какое лечебное учреждение за пределами Одинцовского района, она заплатила в Германии Центре России 25 тысяч. Это огромная сумма, которая действительно многим не позволит, но и у нас это все делается бесплатно. Кроме того, набор кадров производится Ольге Александровне в очень большом объеме, тем более закупается современнейшее оборудование. Что мы не могли делать, кистолические препараты в лаборатории 4, 5, 6 лет назад. Сейчас прекрасные микротомы стоят, микроскопы в лаборатории, и диагнозы стоят очень быстро и качественно. Есть реактив, все у нас есть. Валерий Владимирович, спасибо за интересную беседу. Предлагаю продолжить ее в нашей следующей программе, поговорить более детально о лекарственном обеспечении, диагностике и развитии онкологической службы в нашем территориальном округе. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин